В эфире Хабар 24 программа интервью. Меня зовут Айдана Кребжанова. Здравствуйте. И сегодня в гостях нашей выездной студии генеральный секретарь энергетической Хартии господин Гиеленц. Энергохартия работает на основе договора и призвана укреплять энергетическое сотрудничество между странами, подписавшими этот договор. Сегодня речь пойдет о роли Казахстана в Хартии и о вызовах, стоящих перед ней в эпоху энергокризиса и в период, когда мир переходит к зеленой экономике. Будет интересно, оставайтесь с нами. Спасибо большое, господин Лэнс, за согласие побеседовать с нами. Давайте, пожалуй, начнем с казахстанской повестки. Итак, договор энергетической Хартии был подписан и ратифицирован Казахстаном ровно 27 лет назад, в октябре. С тех пор наша страна активный член Хартии, продвигающий свои инициативы для ее развития. Как вы оцениваете роль Казахстана в этой работе? Спасибо большое за приглашение на интервью. Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что Казахстан с самого начала очень важный игрок договора энергетической Хартии. Как вы знаете, инициатором энергохартии был голландский премьер-министр. Это было время холодной войны. Еще не распался Советский Союз. И это было время перемен. Как мы видим сегодня, история повторяется и циклично. Запад нуждался в диверсификации поставок энергоносителей, а Востоку нужны были инвестиции. В этом контексте Казахстан после установления независимости стал одним из важных акторов Хартии. Очень активным на встречах, а также в вопросе продвижения своих инициатив. Это было именно предложение Казахстана проводить конференции энергохартии в странах-членах договора. И одна из первых таких конференций прошла в 2014 году в Астане, когда страна председательствовала в энергохартии. Казахстан всегда проявлял себя как активный подписант договора, продвигая идеи улучшения транзита, механизма споров, модернизации договора. Думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. Все это мы обсуждали и на встрече с министром энергетики вашей страны. В целом, договор энергохартии – это мультивекторный инвестиционный договор. И в этом процессе Казахстан – один из лидеров. Вы уже начали говорить о своем нынешнем визите. В ходе него вы встретились с казахстанскими партнерами, представителями профильных ведомств. Поделитесь, пожалуйста, деталями. Да, это мой первый визит в Астану. У нас прошли очень интересные встречи со всеми заинтересованными лицами – инвестиционными компаниями Казахстана. У нас была возможность поговорить с представителями ваших энергетических компаний. В ходе встречи с министром энергетики мы обсудили вопросы взаимодействия в области энергетики и отметили успешное завершение переговорного процесса по обновлению договора к энергетической хартии. По плану мы продолжим совместные работы для дальнейшего укрепления взаимовыгодного международного энергетического сотрудничества. Также отдельно мы обсуждали стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году, ранее объявленное президентом вашей страны. Сегодня мы видим, что мир столкнулся с новыми геополитическими вызовами, с энергокризисом, особенно серьезная ситуация в Европе, страны, которые являются членами энергохартии. В этой связи с какими проблемами столкнулась в 2022 году хартия и какие пути разрешения вы видите? Я бы не назвал это проблемами, а скорее большими вызовами. Вы знаете, из каждого кризиса можно вынести уроки, и этот кризис не исключение. Одним, наверное, из главных уроков этого времени можно назвать энергозависимость Европы. Это так называемая объективная реальность, связанная с геофизическими возможностями региона. Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что один из путей разрешения сегодняшнего энергокризиса в рамках договора это расширение партнерских связей по альтернативным маршрутам. Мы стараемся быть так называемым мостом между членами договора, а это на сегодня 53 государства. Мы работаем сейчас с Украиной в рамках сотрудничества по восстановлению энергетического сектора страны. Продолжим эту работу и дальше. Это то малое, что мы делаем сейчас для разрешения энергокризиса. Не раз поднимался и вопрос о модернизации договора Харти. В этом процессе участвуют все страны-члены, в том числе и Казахстан. Как вы оцениваете этот процесс и что изменилось за последние годы в работе энергохарти? Мы начали модернизацию договора три года назад. Главная причина этому – Парижское соглашение по климату и экологическая повестка. Основные пункты договора были написаны в 1991 году. Больше 30 лет назад. Поэтому они требовали обновления в разных областях, таких как атомная энергетика, возобновляемая энергетика, перенаправления инвестиций в эти области. И самое главное – пункты договора должны быть более гибкими. Потому что все страны-члены совершенно разные, имеют разные физические данные, разные ресурсы, ВВП, стартовые показатели для перехода на возобновляемые источники. Поэтому нет общего решения. И договор должен быть более гибким. Я не думаю, что можно найти что-то одно, что подходит одновременно всем. Это иллюзия. Поэтому договор должен отражать это многообразие. Да, с высоких трибун ООН страны заявляют о важности перехода к зеленой экономике. Мир ежегодно сталкивается с еще большим числом экологических катастроф. И в этом плане мы должны признать, что есть и оправдан некий отход от природных энергоносителей в сторону возобновляемых источников энергии. Как это отражается на работе энергетической хартии? Будет ли расширяться договор именно в эту сторону? Научно доказано, что использование полезных ископаемых увеличивает содержание СО2 в атмосфере. Что критично складывается на экологии планеты. А это будущее наших внуков и правнуков. И в этом направлении однозначно нужно работать. Но есть позитивный момент. Страны действительно, каждая по-своему, пытаются достичь углеродного снижения. Энергохартия призвана помогать им и в этом направлении, приветствуя их инициативы и методы, помогая привлекать инвестиции в эти области. И это одна из целей модернизации договора. Все страны разные, но все находятся на одной планете. Поэтому не важно за какие сроки, но важно двигаться для достижения общей цели, решить главные экологические проблемы и правильно использовать энергоресурсы. И в этом смысле модернизация договора Энергохартии должна отвечать именно этим целям – сокращению вреда, наносимого природе. Казахстан в своей миссии в Энергохартии продвигает защиту и поощрение инвестиций, разрешение инвестспоров и удобный транзит энергетических ресурсов. Каким вы видите будущее сотрудничества Казахстана в рамках договора? Казахстан будет увеличивать свое присутствие в договоре. Эту позицию я услышал от казахстанских представителей на недавних встречах. Это всегда приятно слышать Энергохартии. Одна из инициатив Казахстана – повышение транзитного потенциала страны, что очень важно для развития. Один из пунктов нового договора о транзите был инициирован казахстанской стороной. Уверен, что это позволит активизировать деятельность и заинтересовать инвесторов в развитии энергетического сектора. Спасибо большое, господин Ленса, уделенное время, интересную беседу. Удачи вам в работе. А я напомню, дорогие телезрители, что о вызовах эпохи энергокризиса и путях торговли и интеграции между странами мы поговорили с генеральным секретарем Энергохартии господином Геленсом. До скорых встреч в эфире. Продолжение следует...